Здравствуйте! В ближайшие 40 минут о важном, что произошло в уходящие 7 дней. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. Протест дальнобойщиков и немедленная реакция властей. Плата за проезд по федеральным трассам откладывается до мая. Кто поставлен на сбор денег и куда они пойдут? Новые угольные разрезы и марганцевый завод станут толчком для развития промышленности. Оба проекта безоговорочно утверждены Советом по экономическому развитию. Катарская бронза – человеку неограниченных возможностей. Черногорец Вадим Трунов добился новых успехов и не собирается останавливать свой бег. Нашелся спустя 22 года. Житель Минусинского района потерял память и свое прошлое, в котором он был семьянином и успешным бизнесменом. Что теперь он собирается делать? В среду водители большегруза вышли на акцию протеста и не зря. Уже на следующий день правительство России отложило на полгода решение сделать федеральные трассы платными. Впервые в истории страны водителям фур придется платить за то, что они разбивают государственный асфальт. Рубль 53 за километр до марта, а потом тариф вырастет вдвое. Часть жителей Хакасии уже смирилась с этим фактом. Этот офис на Пушкино-137 скоро будут знать все дальнобойщики и компании-владельцы большегрузов. Здесь они могут пройти регистрацию в системе Платон. Без этого движение по федеральным трассам станет невозможным. Платон, наподобие ГЛОНАССа, сможет отслеживать транспорт в любой точке страны и просчитывать плату за проезд. Офис открылся месяц назад, прием идет в трех окнах, но пока большого наплыва водителей нет. В среднем у нас регистрация 14 человек в день, владельцев транспортных средств. Уже 144 заявления мы приняли на получение бортовых устройств. Вряд ли эта цифра кардинально увеличится в ближайшее время. Правительство России после массовых протестов дальнобойщиков перенесло введение платы с ноября на май. Исключение лишь Московская область. Именно туда в том числе ходят машины Андрея Бархатова, поэтому ему надо пройти регистрацию уже сейчас. Предприниматель понимает, от закона не уйдешь, платить придется. Но просто так повышать свои расходы он не намерен. С нашими заказчиками уже говорено, они все знают и цену повышают на все продукты, товары, что мы перевозим. Между тем власти просчитывали, насколько вырастут затраты грузоперевозчиков при введении платы. По их данным, рост составит всего 4 копейки в транспортной составляющей. Так что резкого роста цен на товары быть не должно. По данным республиканских властей, в Хакасе автогрузоперевозки используются для доставки в основном угля, леса и стройматериалов. Так что на товары первой необходимости новшество никак не повлияет. Аргумент властей один. Все делается для блага самих же автомобилистов. Денег на ремонт дорог не хватает, поэтому их и будет собирать платон. Республиканские власти тоже хотели бы этим воспользоваться. По федеральным дорогам общего пользования передвигается, по нашим данным, до 15% от общей массы автомобильного транспорта. И мы видим, что при движении большегрузного транспорта сразу же ухудшается состояние дорожной сети. Мы надеемся, что впоследствии законодательная власть Российской Федерации позволит регионам тоже принимать такие же программы уже на уровень субъекта Российской Федерации. Планируется, что средства, собранные системой, пойдут на строительство и ремонт дорог. Поможет ли платон исправить ситуацию, покажет уже следующий год. Где еще брать деньги? Надо их зарабатывать. Новые угольные разрезы и марганцевый завод. Вот за счет чего в ближайшую пятилетку будет развиваться экономика Хакасии. На этой неделе, после долгого перерыва, связанного с апрельскими пожарами, правительство провело совет по экономическому развитию, на котором и были заслушаны проекты по добыче угля и строительству завода в Туиме. Виктор Зимин не скрывал своей заинтересованности. Промышленные гиганты сейчас очень нужны. Проект по освоению Бейского каменоугольного месторождения представлял Юрий Бугаев, бывший директор Оршановского разреза, а ныне руководитель проектного института. В недрах на территории степей Бейского и Алтайского районов находится крупнейшее месторождение страны, а владельцы Оршановского разреза – лишь первые, кто пришел добывать хакасский уголь. Пока распределена лишь часть участков, то есть помимо Восточно-Бейского и Оршановского, скоро заработают Майрыхский и Кирбинский разрезы. Но есть еще пять участков, чьи владельцы официально еще не определены. По планам в ближайшую десятилетку добычу на Бейском месторождении планируется только наращивать. Там, где в древности тек Енисей, остался уголь высокого качества, который пользуется спросом в Европе и Азии. Сейчас пробные партии отгружают разрез Оршановский этот рубеж. Заинтересовалась Япония в этом деле, так как у них атомная энергетика уходит на второй план. И наши угли, даже по их немеконским всяким параметрам, они подходят. И если вот это все делать, то реальные, вот это здесь заложены реальные деньги. Реальные деньги – это 92 миллиарда рублей, которые светят бюджету Хакасии в виде налогов за время освоения угольного кластера. Но чтобы получить их, необходимо развивать инфраструктуру. Разрезам нужна электроэнергия и новые дороги, чтобы вывозить сырье. Вот что может получить республика. Железную дорогу от станции Оршановская до станции Хоных с мостом через реку Абакан. Железную дорогу, соединяющую пути отделения временной эксплуатации, станцию Оршановскую и Восточно-Бейский разрез. А также две автодороги. Первая сократит путь между Бейской и Сайногорской трассами, вторая – между дорогой до Оршаново и Аскизской трассой. Тут понадобится еще один мост через реку Абакан. Как доложил Юрий Бугаев, проектная документация готова, так что уже в следующем году может начаться строительство дороги от Оршаново до Хоныха. Правительцы понимают, что без развития инфраструктуры двигаться вперед нельзя. Однако все должно происходить согласно букве закона и интересов региона, предупредил Виктор Зимин. Нам важно с вами развитие региона. Экологическая составляющая. Так очень важно. Они просто кто что захотел и по нашим землям поехали строить. Когда на кону стоят большие деньги для бюджета, республика сделает для угольщиков все, что ей по силам. И если она походатайствует, то ввиду масштабов добычи Бейский угольный кластер имеет все шансы попасть в программу развития угольной промышленности России. И уже федеральный бюджет будет предоставлять часть финансирования на строительство лэб и дорог. Безусловно, одобрение получил и проект по строительству марганцевого завода в Туиме. Это будет первое производство металлического марганца в России. А создавать его будут специалисты из Китая, который является мировым лидером в данной отрасли. Предприятие важно для всей страны, так как сейчас металлический марганец, незаменимый при выплавке стали, Россия завозит из Китая и Украины. Туимский же завод не только полностью перекроет потребности отечественной промышленности, но и сможет производить сырье для импорта. Проект уже получил одобрение глав госэкспертизы, но для большей убедительности его также отправили на независимую экспертизу. В Туиме уже прошли общественные слушания. Большинство жителей согласились на открытие производства. Они надеются, что это вдохнет новую жизнь в умирающий поселок. 1600 рабочих мест и более миллиарда рублей налоговых отчислений в год. Такова выгода, которую получит экономика Хакассии. Виктор Зимин призвал доверять властям и их контролю за проектом. Чем меньше мы построим заводов, тем лучше другим. Для конкурентов. Для конкурентов, да. У нас все делается. У нас существуют целые источники, открываются целые СМИ отдельные, которые работают за гранты в этом направлении. Удачи. Вместе будем стоять, бороться. Поверьте, мы плохого производства не дадим построить. В то же время, нужное для России и для нас производство мы будем соратниками. В Хакассию из Катара вернулся самый успешный пара спортсмен республики – Вадим Трунов. Наш легкоатлет результативно выступил на чемпионате мира в Дохе и в составе эстафетной четверки завоевал бронзу. Сейчас Вадим Трунов уже приступил к подготовке к следующему крупному спортивному событию – Паралимпийским играм, которые пройдут в сентябре 2016 года в Рио-де-Жанейро. Сложно поверить, но добиться такого высокого результата, попасть в первый состав сборной России, Вадим Трунов сумел всего за пять лет тренировок. Он не занимался спортом с детства и пришел в легкую атлетику в 21 год. Способности спортсмена оказались настолько уникальны, что уже через три года, в 2013-м, Вадим попадает в сборную России и привозит бронзу с первого в своей жизни чемпионата мира во Франции. В июле 2013-го в аэропорту Абакан Вадима Трунова встречали как настоящего героя. Россия! Россия! Мне это сложновато далось. Когда я пришел, было очень много травм. То есть, постоянно травмы, травмы. Но сейчас как бы все это просто великая страна, за которой дана честь выступать. То есть, не каждому это может дается. Сегодня за плечами легкоатлета уже три мировых первенства. Помимо чемпионата мира во французском Леоне, чемпионат Европы 2014 в Англии, где Вадим завоевал сразу две медали. Пришел третьим на дистанциях в 200 и 100 метров. На прошедшем в октябре чемпионате мира 2015 в Катаре наш спортсмен завоевал бронзу в эстафете 4 по 100. Воспитал медалиста тренер Михаил Хоботов. Мне повезло, что, я думаю, спортсменам повезло, что есть у них такой человек, на которого можно равняться со всех сторон. В плане профессионального подхода к тренировкам, в плане самоотдачи на соревнованиях, в плане организации своей внутренней дисциплины. Человек, который обладает всеми качественными для спортсменов. Победа Вадима Трунова сегодня не только его личный рекорд, но и общее достижение для всего спорта Хакасии. Ведь именно паралимпийский спорт развивается в республике только последние пять лет. 97 стран там было, и у нас медаль в Хакасии есть. Задачи, цели, которые нам поставило и руководство республики, и я поставил работникам спорта, и своим работникам, всем министерстве спорта, у нас пока все получается. Сегодня конкурировать даже с центральными российскими регионами, где пара спортсменов тренирует уже десятилетия, сложно, тем более, держать мировой уровень. В основном в составе сборной России по легкой атлетике 38 человек. На таких уровнях уже борьба значительнее и серьезнее. До забега лично на своем опыте стараюсь мало с кем общаться. Где-то о чем-то другом подумаешь, и все. После забегов уже можно и пообщаться с соперниками, даже с иностранцами. Понял, что это мое. Сейчас без этого никак. Сейчас Вадим Трунов готовится к очередному первенству паралимпийским играм, которые пройдут в Рио-де-Жанейро в ближайшем сентябре. На минувшем чемпионате мира наша эстафетная четверка смогла побить рекорд России на 60-х. Это много. Кстати, сам Вадим Трунов по итогам года поставил себе скромную оценку. Елена Крылова, Дмитрий Парахин, Антон Новожилов. Вести, Хакасия. События недели. Республиканский закон об образовании, вероятно, в ближайшее время претерпит изменения. С таким предложением к депутатам обратились школьные учителя. Рациональность их идей обсудили на заседании профильного комитета Верховного совета с участием профсоюзов. Об этом и не только. Далее в нашей традиционной рубрике. Принятие закона об образовании в 2013-м событие, несомненно, знаковое. Причем и для Хакасии, и для страны в целом. Ведь тогда же вступил в силу федеральный закон. Стоит отметить, Хакасия, как субъект федеральный, опирается именно на всероссийский закон. Однако, с учетом особенностей, местные депутаты, так сказать, форматируют документ. Цель была поставлена очень четко. Создать эффективный механизм правового регулирования, который направлен на реализацию государственных гарантий, на получение качественного образования и защиту интересов обучающихся и педагогических работников. Трехлетняя практика показывает, закон работает. Однако, проведенный мониторинг показал, что у муниципалитетов есть рекомендации по усовершенствованию. С инициативами выступили Сайнагорск, Черногорск и Абакан. Требуется толкование отдельных пунктов закона об образовании. У нас понятие молодого специалиста очень четко сейчас прописано в законе об образовании Республики Хакасии. Но на сегодняшний момент на практике возникают небольшие вопросы по правоприменению. О доплатах молодых специалистов в размере 30-50%. О протяженности в течение трех лет. Стоит отметить, профильный комитет Верховного Совета и профсоюзы проводят такую работу не в первый раз. И, как отмечают все стороны, практика только на пользу. Для законодателей это способ из первых уст услышать те или иные проблемы, а для профсоюзов получить прямой ответ. В таком тесном сотрудничестве с комитетом об образовании нам удалось, профсоюзам Хакасии, я считаю, удалось включить в закон о нормативах расходы на командировочные педагогическим работникам и медицинские осмотры. Это острая проблема, которая очень остро стояла в нашем районе. Я думаю, что сейчас мы эту проблему снимем. Очередные предложения также не останутся в стороне. Глава комитета по образованию Лариса Карпова сообщила, что они уже стоят в плане работы Верховного Совета и будут рассмотрены на сессиях. Мы должны в законе все это устранить, чтобы не было двойного подхода, чтобы любой, кто взял данный закон, он его трактовал только в том варианте, в котором мы его прописали. Поэтому вот именно проведение мониторинга в таком виде, я считаю, это самое оптимальное, потому что мы с мест непосредственно от доски получаем замечания по нашему закону. И это главное. Достойный пример работы в образовании коллектив 50-й школы Абазы накануне учреждения широко и торжественно отметила полувековой юбилей. Педагогов поздравил Юрий Шпигальских, зампред Верховного Совета. За 50 лет мы действительно подготовили очень много и специалистов в сфере экономики, и в социальной сфере. Люди, которые вышли отсюда, я уверен, что они себя уже достойно показали. Я бы хотел выразить особые слова благодарности ветеранам-педагогам, которые много-много лет назад начинали, которые были просто педагогами. Некоторые из них руководили школой, я вот многих знаю. Спасибо вам, низкий вам поклон за ваш труд. Вообще минувшая неделя для Верховного Совета прошла под эгидой образования. Учатся даже специалисты. В парламенте состоялся семинар для сотрудников районных и городских советов депутатов. Владимир Штыгашев подчеркнул, представители аппаратов органов местного самоуправления должны быть универсальными солдатами. Во-первых, надо знать состав населения района. Сколько человек живет, сколько населенных пунктов, сколько поселений у вас, каких, какая экономика района, что работает в сельском хозяйстве, транспорт, промышленность, в бюджетной сфере, что есть там, сколько школ, фельдшерских пунктов, больниц и так далее. Это все вы должны знать, и знать не меньше, чем заместители главы района, которые ведают теми или иными направлениями. Вообще же сотрудник аппарата Совета депутатов – должность незаменимая. По сути, он обеспечивает жизнедеятельность ведомства. Это и правовая поддержка местной власти, и представление совета в различных взаимоотношениях. Семинар проходит в виде диалога. Здесь можно не только получить, но и делиться информацией. Участники обсудили вопросы реализации правозаконодательной инициативы. Также актуальными оказались темы работы с официальным сайтом Верховного Совета и порядка предоставления документов на награждение. Наша задача – помочь представительным органам местного самоуправления через работу их аппарата работать с современными требованиями действующего законодательства, как на сайтах, так информационно и при решении проблем, которые возникают у Советов депутатов. Остается добавить – подобные семинары для сотрудников аппаратов станут традиционными. В эфире «Вести Хакасия. События недели». С вами Марина Конодакова. Завтра в Красноярск прилетят последние 16 туристов из Хакасии, отдыхавшие в египетском Шарм-эль-Шейхе. После известных событий, связанных с крушением аэробуса и последующим запретом на авиасообщение с Арабской Республикой, к нашим землякам, оказавшимся на египетских курортах, было приковано особое внимание. Всего там отдыхало 44 жителя республики. Как запланировано было, на какой срок, на какую дату, так мы улетели. Государство хорошо организовало возвращение. Никаких вопросов не возникало. Сразу же в отеле заполнили бланки с информацией. Чей багаж, адрес, телефон, приклей к чемодану. И все. Житель Минусинского района узнал свое настоящее имя только спустя 20 лет. Как утверждает мужчина, в 96-м году его похитили из родного города и перевезли в Красноярский край. При этом он потерял память и в Сибири фактически начал вторую жизнь. Все раскрылось только сейчас. Как теперь намерен жить мужчина и почему он скрывает свое настоящее имя, смотрите в следующем материале. В историю судьбы этого 60-летнего мужчины трудно поверить. Дмитрий, как он сам себя называет, очнулся в деревне Подтуруханском в середине 90-х. Как оказался на сибирском севере, сколько лет и откуда родом взрослый мужчина не знал. Из прошлой жизни не мог вспомнить вообще ничего. Без денег, жилья, друзей в те тяжелые времена можно было пропасть. Неожиданно на помощь пришла местная староверческая община. Добрые люди не дали погибнуть. Вместе со староверами жил какое-то время не в полном сознании, кто я и что я. С ними Дмитрий перебрался в Красноярск оттуда на нынешнее место жительства деревню Калмакова Минусинского района. Здесь новосел вместе с гражданской женой разводил домашнее хозяйство, занимался огородом. Однако местные сразу приметили, что мужчина не особо похож на деревенского жителя. Ну, конечно, человек, как вам сказать, может, мысли хорошие у него вообще, вот как по разговору, да, если вот так вот вопрос, да, умный человек, вопрос задашь, он может вот так вот прям хорошо разъяснить, рассказать, объяснить. Часто у него выставки бывают в клубе, жена рисует, портреты вот деревенским делают, вот Лена у него Губарева часто покупает, у них очень много картин. Да, они фотографируют, выставки делают детям. И, как выяснилось, соседи оказались правы. Елена, гражданская жена Дмитрия, решила восстановить ему документы. Обратилась в полицию и только благодаря следователям удалось восстановить события 20-летней давности. В марте этого года, благодаря специальным тренингам, к Дмитрию вернулась память. История его жизни готова сценарий для сериала. Настоящее имя жителя Калмакова Александра. В прошлом бизнесмен из Нижнего Новгорода занимался торговлей. В 96-м году он вышел из дома и больше не вернулся. Жена и дочь разыскивали его долгие годы. Несколько лет новгородец считался мертвым. Как утверждает Дмитрий, его хотели убрать конкуренты. Поступило сообщение о том, что в Нижегородской области одна из местных жительниц опознала фотографию, которая была на ориентировке своего мужа 1958 года рождения. Она выехала в город Красноярский край, в Минусинск. Действительно встретилась, действительно оказался ее мужем. Теперь жена и дочь ждут переезда Дмитрия на его настоящую родину. Особенно дочь Юля. Вопреки всему, она отказывалась верить в смерть отца и верно ждала его возвращения 20 лет. Пока же семья общается по телефону. Алло. Алло, пап, привет. Юлечка, я очень рад тебя слушать. Привет, как ты, пап? Встреча с родными откладывается. Оформление паспорта – процедура долгая. К тому же Дмитрий в последние месяцы тяжело болеет. Я жду все время. Что еще жду. Сейчас жду 8 декабря. Вы представляете, месяц еще. Обстоятельства похищения Дмитрия из Нижнего Новгорода и было ли оно вообще, следователи выясняют. Поэтому пока мужчина свое настоящее имя не называет. А жена и дочь отказываются от интервью. Единственное желание воскресшей семьи сейчас – встретить новый 2016 год вместе. Мария Добрынина, Дмитрий Парахин. Вести Хакасия. События недели. Как подготовиться к будущему дачно-огородному сезону? Ответ знают специалисты из Алтая. В их арсенале чудо-препарат, который не только поможет вырастить хороший урожай, но и сохранить его. Подробности смотрите далее. Сегодня нам магазины предлагают достаточно большой ассортимент удобрений, но, к сожалению, не всегда их качество на должном уровне. Расскажите вот о вашей компании, что вы предлагаете? Да, компания «Биобан» Алтайского края в городе Бильске занимается производством экологически чистых удобрений. Что значит «экологически чистые»? При производстве наших удобрений не применяется никакой химии. Поэтому, применяя наши удобрения, вы, естественно, получаете экологически чистый урожай, полезный для здоровья. Ну, а чем принципиально отличается ваша продукция? Тем, что на сегодняшний день, конечно, как вы уже сказали, очень много препаратов, которые якобы рекламируют о том, что они экологически чистые. Но при производстве данных препаратов может применяться щелочь. Это идут гуматы. В состав наших удобрений входят чистые гуминовые кислоты природного происхождения. Что нам дают гуминовые кислоты? Все мы знаем, что основой плодородия почвы является гумус. Основой гумуса как раз-таки гуминовые кислоты. Что нам дают гуминовые кислоты? Попадая в почву, они у нас повышают плодородие почвы. Они имеют такое свойство, как раскислять, расщелачивать, рассаливать почву. Все растения в основном любят нейтральную почву. Есть отдельная категория растений, которые любят кислую почву. Щелочную и соленую почву не любят ни одно растение. Поэтому, естественно, когда растение попадает в благодатную для него среду, оно сразу начинает хорошо расти и приносить нам должный нам урожай, который мы от него ожидаем. Точно та же цветы. Очень часто задают вопросы о цветах. Хоть на огороде у вас цветы, хоть в саду, хоть в комнатные растения. Точно так же благодарят нас потом за то, что мы внесли им такие прекрасные гуминовые кислоты. Помимо того, гуминовые кислоты, что они нам дают? Они имеют такое свойство, как нейтрализовать все ядохимикаты. На сегодняшний день, как бы мы ни хотели, даже несмотря на то, что сами мы не вносим никаких химических удобрений или еще каких-то на наших садоводах, огородах. Но мы все знаем сейчас, что и с дождями, и со снегом, и даже от того, что все заводы, все-все-все, даже вот ПАВа так был, все-все равно приходит на наши участки, и как бы мы ни хотели, все это на наших участках есть. Так вот, они одновременно нейтрализуют все ядохимикаты, превращают тяжелые металлы в недоступную форму для растений. И в чем их уникальность? В это же время минеральные вещества они превращают в доступную форму для растений. Поэтому мы как бы говорим, применяя удобрения компании Биобан, такие как Флора-Эс и Фитопфлора-Эс, мы говорим, не надо применять ни минеральных удобрений, ни компоста, ни навоза. Достаточно того, чтобы вы будете применять только наши удобрения Флора-Эс и Фитопфлора-Эс. То есть эти удобрения не просто улучшают урожай, но и не наносят ущерба почве? Они не просто не наносят ущерба почвы, они восстанавливают ее. То есть идет повышение воздуха обмена, идет повышение, значит, улучшается структура почвы, повышение урожайности, как я уже сказала. И любые почвы восстанавливаются. Вот когда ко мне приходят люди на презентацию, они очень часто говорят, да у нас такие суглинки, и суглинки, и любая почва, какая бы у вас ни была, она приобретает свойство чернозема. Потому что вот гуминовые кислоты, они работают так, что они полностью восстанавливают плодородный слой почвы. Конечно, если уже слишком запущенная почва на вашем участке, мы не говорим, что это будет вот одновременное, значит, применение наших удобрений, и у вас все восстановилось. Конечно, надо это будет из года в год повторять. Но точно так же давайте мы поговорим с вами о том, что как мы компост и навоз применяли. Навоз у нас, откуда сейчас хороший навоз? Мы сейчас его берем в основном с фермерских хозяйств, где он непереработанный, неизвестно, чем там, значит, скот кормят, что нам, какие там антибиотики, и все попадает точно так в этот навоз. Помимо того, сколько в навозе гельминтов. А все мы знаем сейчас, уже это доказано, что все эти гельминты, попадая в организм, вызывают остальные заболевания, которыми человек потом начинает болеть. Здесь в наших препаратах чистые гуминовые кислоты. Один наш пакет заменяет 2-3 машины навоза. Или вам надо отработать, сколько с этим навозом, распределить его. Причем, если он попал к вам непереработанный, он у вас вместо того, чтобы раскислить почву, ведь мы как навоз применяем, тоже потому, что в нем находятся гуминовые кислоты, но в нем 3 тысячных, 3 тысячных на литр. В наших препаратах 10-12 грамм на литр. Представьте, какая концентрация. Поэтому мы говорим, что, применяя наше удобрение, нам не нужен ни компост, ни навоз. Вообще, при применении удобрения достаточно сложно сделать какие-то расчеты. Сколько, когда, куда. У вас это более простая система. Да, более простая система. Как раз-таки на презентации я буду рассказывать о том, как применять наше удобрение. Там единственное, у нас есть такое условие, что выпускаем мы их в сухом виде, наши препараты. Вот два таких препарата, Флора-С и Фитопфлора-С. Применять их надо обязательно в комплекте. Я сейчас еще расскажу, что в каком препарате находится. Но выпускаем их в сухом виде. Применять же их надо в разведенном виде. И есть определенная технология, о которой я, конечно, буду рассказывать на презентации. Вот, я сейчас еще хочу рассказать, раз я уже начала, что у нас основной препарат – это Флора-С. В него входят чистые гуминовые кислоты, причем концентрированная смесь именно чистых гуминовых кислот, еще сбалансирована по макро- и микроэлементам природного происхождения. Как я уже сказала, что нам это дает повышение урожайности и восстанавливает плодородие, почву и все прочее. Вот в этот препарат Фитопфлора-С помимо гуминовых кислот входит еще бактерия Бацилус Суптилус, пробиотик. На сегодняшний день все мы знаем, что от антибиотиков все отказались, потому что потом надо восстанавливать микрофлору. Здесь у нас пробиотик, и причем это монобактерия. Что она нам дает? Эта бактерия борется практически со всеми заболеваниями, как на почве, так и на растениях. Будем говорить о таких знаменитых, так, фамос, фитофтороз, черная ножка, ложная мучнистая роса. Более ста номинований заболеваний, с которыми борется эта бактерия. Когда мы применяем препараты в комплексе, у нас идет восстановление почвы, и мы еще боремся со всеми заболеваниями. Что нам это дает? Мы исключаем такое понятие, как севооборот. Нам не надо из года в год искать, так, сегодня мы помидорки здесь посадили, через год нам надо их где-то в другом месте садить. Точно так же восстанавливается тепличное хозяйство. Не придется вам из года в год вывозить оттуда землю, заменять ее, так, как у нас идет восстановление и лечение. Все, на одном и том же месте вы можете много лет садить ваши растения. Но сейчас основной период работы на садовых участках закончился. Почему вы сейчас к нам приезжаете и предлагаете эту продукцию? В ноябре месяце у нас будет что? У нас с вами уже не за горами будет подготовка почвы под рассаду. Где-то в январе месяце мы начинаем готовить почву под рассаду. Точно так же весной еще по снегу можно уже флора-С обработать участки. Когда мы приезжаем где-то в марте-апреле, многие люди говорят, что у нас уже все опоздали мы. И поэтому осенью очень хорошо приобрести наши препараты. Заранее, так сказать, тем более, что у вас сейчас есть время прийти к нам на презентацию, прослушать, как их применять и приобрести. И к тому же еще осенью, что у нас хорошо, мы проводим праздник урожая. Люди, которые применяют наши препараты, вырастившие урожай на наших препаратах, приходят, приносят его. Если они не могут принести определенный овощ или цветок или еще что-то, можно сфотографировать. Точно так же мы принимаем на конкурс и частушки, и стихотворения, посвященные нашим препаратам, и тому, что люди получили от этого, какой результат. Они могут прийти пообщаться, рассказать друг другу. Потому что иногда люди, которые первый раз пришли, им недостаточно даже того, что я говорю. Потому что, ну, не сразу люди слышат. Когда они общаются между собой, они могут обменяться телефонами. То есть создается такое общество любителей наших препаратов. Но на ваши выставки приходит достаточно много людей. Ваша продукция уже достаточно популярна? Конечно. Мы 20 лет на рынке. Причем мы уже на сегодняшний день не только по России знамениты. У нас очень много наград, очень много медалей. Мы уже в книге рекордов достижений Российской Федерации. Также и за рубежом мы применяем наши препараты. Потому что на сегодняшний день мы пока что единственные в мире, кто может именно чистые гуминовые кислоты внести в препараты. Но вы каждый раз, приезжая к нам, устраиваете несколько дней презентации? Да, конечно. Презентацию мы проводим, особенно в этом году, мы проводим ее в трех городах. 19 ноября в городе Саиногорск по адресу Енисейский 31 в Краеведческом музее. С 11 до 14 часов. В Черемушках ДК «Энергетиков» с 16 до 19 часов, также 19 ноября. И в городе Абакан 20 и 21 ноября в ДК «Победа» по улице Ленина 69 с 10 до 13 часов. На этом наш выпуск завершен. Я желаю вам приятного окончания выходных и позитивного настроя на новую рабочую неделю. Всего доброго и до новых встреч.